В интервью МК врач-нарколог прокомментировал данные о том, что Улан-Удэ оказался вторым в Сибири по потреблению алкоголя, а Баунтовский район лидером по округу по этому показателю. В год там продается более 25 литров водки на жителя. Алкоголизация – это последствия кризиса 90-х, когда часть населения от безработицы и отсутствия перспектив стало снимать алкогольным стресс. Сегодня же ситуация иная, и жить на трезвую голову стало нормой. Бывшим клиентам нарколога нет времени на выпивку, ее вытесняет семья, работа, хобби. Вроде бы водка выходит из моды и на деловых встречах, но почему же статистика говорит об обратном? Нарколог считает, что это следствие хорошего учета алкоголя в Бурятии, особенностями северного потребления крепкого спиртного и то, что основная его часть потребляется алкоголиками. Другие группы людей в это время снижают потребление. В целом специалист считает, что потребление продолжит снижаться. Номер один сообщает, последователи национал-социалистов подменяют МВД в борьбе с педофилами. Основатель движения «Окупай педофиляй», известный в России националист, имеет две судимости за экстремизм. Доморощенные борцы с педофилами делают из своего движения шоу, где главные герои не только жертвы нетрадиционной сексуальной ориентации, но и они сами. Своих лиц окупаевцы из Улан-Удэ не скрывают, по крайней мере, их лидер Дмитрий Петров. От имени малолетних детей члены движения выманивают интернет-пользователей навстречу, а затем устраивают над ними самосуд. Чтобы принять участие в массовом избиении одного человека, нужно заплатить тысячу рублей. Эти деньги по традиции получает лидер движения в регионе. Между тем, настоящие педофилы в интернете не сидят и не приглашают жертв на променад, считает газета. А движение только заставит их лечь на дно и не облегчит работу МВД и Следственному комитету. Острой реакции на видео и провозглашение движения в республике от правоохранительных органов пока не последовало. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Евгения Панарина, Батар Ломбаев, Алексей Щербаков. Новости дня.